Несмотря на призывы президента, парламента, правительства и гражданского общества, генеральный прокурор не хочет уходить в отставку. Ему месяц намекали, его просили, увещевали, но все напрасно. Теперь он заболел, лежит в больнице, а парламент намерен завтра рассмотреть его вопрос. Как это все будет происходить, насколько законно, а главное поучительно, хорошие вопросы. Ответы я надеюсь получить в ходе сегодняшней программы. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Александр Слосар, вице-председатель парламента. Добрый вечер. Владимир Цуркан, депутат, представляющий партию социалистов. Иван, здравствуйте. Да, вечер добрый. Мой коллега Игорь Волницкий, журналист, политический комментатор, главред, наверное, еще портала трибуны.мд. Ну, надеюсь, вы понимаете, что мы сегодня будем говорить не только о генеральном прокуроре и о его позиции, но и о тех вопросах, которые, на мой взгляд, сегодня все-таки обсуждает все общество, и они очень важны. Конечно, это Кролл. Вот. Есть еще ряд вопросов, с которыми вот ко мне обращались телезрители, писали. По-прежнему волнует судьба господина Плохотнюка, очень много вопросов по господину Шору. Ну, вот как-то так. Будем разбираться в ходе эфира. Ну, начнем, конечно же, с ситуации, сложившейся вокруг генерального прокурора. Вот люди гадают и задают один и тот же вопрос, Владимир Иванович. Почему же все-таки он не уходит? Он чего-то боится? Он тянет время? Не знаю, вот какие вот, на ваш взгляд, все-таки размышления на сегодняшний момент у господина Харунджина? Ну, вы знаете, чем больше времени с момента, когда разумный человек, понимающий и желающий, кстати говоря, это самое важное, не только себе добра, я имею в виду генерального прокурора, но желающий добра системе прокуратуры, чтобы не пострадал имидж прокуратуры окончательно и бесповоротно и желающий добра сотрудникам прокуратуры, которые от этого тоже страдают, естественно. Чем больше проходит времени с того момента, когда он должен был бы, по идее, принять такое решение, как сделали члены Конституционного суда, ряд членов Центральной избирательной комиссии и так далее, и так далее. Я все больше утверждаюсь в том, что мои подозрения были правы. Подозрения о том, что, во-первых, он не то, что не хочет, а он не может подать в отставку, не может, потому что он является заложником, заложником тех, которые держали в захваченном состоянии всего государства и систему прокуратуры, и значит, наверное, он в этом случае был реализатором вот этого захвата органов прокуратуры. А просто так, я думаю, он не реализовал это. Мне понравилась его фраза в одном из интервью где-то на каком-то канале телевидения, когда он сказал, что я, наверное, могу и сам, наверное, и сам уйду, потому что я, ключевые слова, уже не получаю удовлетворения от этой должности. Ну, какие могут быть удовлетворения? Моральные, психологические, материальные? Висит вопрос. Это первое. Второе. Я думаю, что, наверное, он, как говорят в народе, находится на крючке. И ему просто его шантажируют, что если ты уйдешь, то тогда, значит, все то, что связано с тобой, с твоей деятельностью и с твоей причастностью, мы дадим утечку этой информации. Тогда тебе будет хуже. Уж лучше держись. Мы тебе поможем. Вот как я вижу, почему он этого не делает. Потому что я еще раз подчеркиваю, что все абсолютно обстоятельства, вы правы. И общественное мнение, и мнение самих работников прокуратуры, и всех политиков все единодушны. Да и не только. Возьмем хотя бы резолюцию Европарламента 18-го года, ноябрь месяц. Там очень четко дана жесткая критика в контексте того, что Молдова, как государство, названа захваченным государством. Дана оценка в том числе и органов прокуратуры. И прямо сказано, что в последние годы нет никакого прогресса в расследовании дела по краже миллиарда. Мы знаем прекрасно, что одна структура прокуратуры, специальная прокуратура, использовалась как дубинка политическая и экономическая против оппонентов тогдашней власти и средства отбора бизнеса или вымогательства у бизнесменов. И мы все прекрасно в обществе об этом знают. Я думаю, что он, кроме всего прочего, очень опасается. Он опасается и других моментов. Есть целый ряд скелетов у него в собственном шкафу. Я сейчас не буду об этом говорить, но надо понимать, что эта информация есть. И мне, как председателю комиссии по расследованию ситуации, связанной с... Попыткой Куча. 14 июня эту информацию предоставили, в том числе из рядов самой прокуратуры, связанной с очень некрасивыми финансовыми делами. Поэтому еще один его шаг, вообще более чем странный. Он сначала подписывает приказ о назначении исполняющего обязанности прокурора в пятницу, а в субботу... Его экстренно госпитализируют. Ну ладно, экстренно, может быть, дошел, может быть, привезли. Но неважно. Главное, что он сначала это сделал, а потом ушел на больничный лист. И думает, что это все его спасет. Это его не спасет. И завтра мы окончательно, я думаю, поставим точку в этом вопросе. Очень интересно, как поставим точку. Но это несколько позже. Господин Слусарь, у вас есть свои версии, почему господин Харунжин так себя ведет? Некоторые считают, что боится. Владимир Иванович даже перечислил. А вы как полагаете? Ну, я не думаю, что моя точка зрения будет отличаться от того, что сказал господин Суркану. Он явно до сих пор является зависимой фигурой. И не только он. Я думаю, что речь идет о нескольких лицах в самом высшем руководстве прокуратуры, которые были отобраны именно для того, чтобы контролировать всю систему в стране. Политическую, экономическую, любую систему. И на сегодняшний день будет то денежная стимула, или шантаж, или комбинация средств. Обычно, сколько я знаю, Плохотнюк всегда практиковал комбинацию рычагов. Мне сложно сказать, да и, честно говоря, неинтересно. Этим должен будет заниматься новый независимый прокурор. Почему это произошло, что произошло, как произошло. Ясно, что я, насколько видел и слышал про него, про психотип этого человека, он давно бы ушел. Он давно бы ушел. Насколько я знаю, он достаточно неустойчивый. Характер у него, и ему с самого начала, насколько я слышал, не хотелось на эту функцию. Просто заставили. И я думаю, что если бы от него зависело что-то, он бы ушел бы. Я просто не сдержусь, господин Смусарь. Я вот читала недавно интервью тоже одного человека, который тоже сказал, что его практически заставили стать премьер-министром. Что же это за страна такая, в которой люди заставляют, понимаются такие должности. Вот они не хотят. Такое откровение, что такая у нас была страна, что ли, до 8 июня. Понимаете, они упираются, господин Смусарь, они все время ведут к столу и говорят, будешь. Он говорит, не буду, он говорит, будешь. Вот так это происходит? Ну, я думаю, что это надо ставить для разбирательства юстиции, кто кого там толкает, кто кому куда что кладет и кто кому чем угрожает. Я думаю, что уже всем понятно, как принимались кадровые решения в стране все эти годы, какими методами она управлялась. И для меня сейчас самое важное, чтобы мы быстрее перевернули эту страницу, на мой взгляд, слишком затянувшуюся с генеральным прокурором. Это нужно было решать, мне кажется, немножко раньше. Была попытка, ну как, была надежда, если все остальные, как бы, причастные органы поняли, и сделали сами. Видимо, была надежда, что и здесь обойдется так же. Но, видать, это был самый, ну как, не то, что видать, это было изначально. Вы помните, какая функция была выкуплена самой первой господином Плохотнюком? Он не побежал в правительство, во все. Ну, говорят, не говорят, но за что он схватился сразу? Генеральная прокуратура. А он превратил это в самый надежный, самый действенный рычаг управления страной. И, наверное, закономерно и логично, что этот бастион падает последним. Спасибо. Игорь, давайте скажем нашим гостям, как это выглядит со стороны. Потому что они в процессе, они в политике все время вот в этом находятся. А мы, как журналисты, да, можем как-то это видеть немножко еще и, не знаю, наверное, чуть по-другому. Со стороны это выглядит, не побоюсь этого слова, символично. Почему символично? Потому что именно сегодня исполняется ровно месяц с тех пор, как была утверждена в должность новая власть, спикер, премьер, вице-спикер и так далее и тому подобное. И вот первый месяц прошел под знаком, я не знаю, процесса, когда с постов, с ключевых постов убирали людей, которые сильно ассоциированы с господином Плохотняком и с демократической партией. И вот по прошествии этого месяца, если я правильно понял, со слов господ депутатов, завтра будет поставлена точка. То есть первый эшелон именно тех, потому что чистка наверняка продолжится. Есть люди, которые наверняка, они находятся под прицелом, ну, не знаю в каком смысле, новой власти, людей, которые, наверное, надо убрать с тех должностей, чтобы демократически можно было развивать страну дальше. Но господин Харунжин, в самом деле, он последняя фигура, такая значимая, сильная фигура, которая сильно была ассоциирована с господином Плохотняком и с демократической партией. А может быть, нужно сказать ярче, я прошу прощения, что эта фигура, единственная фигура, которая может возбудить уголовные дела против самого господина Плохотняка. Вот тут не надо вот так, в округ до окол, а четко. Я думаю, что завтра, если так со стороны посмотреть, завтра заканчивается первый этап, который поставила перед собой новая власть, достижение цели, которую она поставила перед собой. И завтра, может быть, послезавтра начнется второй этап. А второй этап предусматривает, что на место тех, которые ушли, надо поставить других. Вот по истечению этого второго этапа можно будет говорить и о том, что Молдова вернулась более-менее к каким-то минимальным условиям для демократического нормального развития. Но второй этап, мне кажется, он намного труднее первого этапа. И вот здесь появятся подводные камни. И новая власть должна очень и очень внимательно подойти к этому процессу. Ну, со своей колокольни, что называется, добавлю, что очень важно, как это будет сделано. Потому что, вот смотрите, господин Харунджи, он что делает? Он ложится у нас в больницу. Ложится не первый раз, когда вот вокруг него тучи, что называется, сгущаются. Он подобное проделывал в 2018 году, когда все ждали его отчета за 2017 год, точно по такой же схеме. Вот вы знаете всю эту информацию, вы завтра собираетесь что-то решать. Владимир Иванович, как это будет происходить? Что будете вообще делать? Это будет решаться абсолютно законно. Никакого беспредела правового мы не собираемся совершать, потому что это методы, которые применяла прежняя власть. Мы будем идти абсолютно законным путем. Какого-то путь. Ну, не буду предвосхищать, чтобы, так сказать, завтра это все будет. Но я просто хочу отметить, что в законодательстве, в законе о прокуратуре есть такое понятие, как прекращение служебных полномочий. В связи, причем по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон. Есть целый ряд обстоятельств, которые не зависят от воли сторон. А в данном случае, в законе о прокуратуре, обозначено очень четко одно обстоятельство. А именно, если на момент назначения это лицо не соответствовало тем критериям, которые предъявляются к лицу, которое проходит конкурс. А именно, он был последние шесть месяцев членом высшего совета прокуроров. Это, значит, ситуация раньше пыталась каким-то образом быть разрешена. Но в условиях захваченного государства она не получила логического завершения. Там, значит, с одной стороны, пришли к выводу, что пропущены сроки исковой давности по поводу того, кто обращался для тех. С другой стороны, опять же, тот же самый Конституционный суд вступил, так сказать, в эту игру. По мгновению палочки, когда Харун же запросил ООН, будучи исполняющим обязанности прокурора, пользуются ли всеми полномочиями, которые принадлежат генеральному прокурору, в том числе членам высшего совета прокуроров. Мы ответили, да. С вступлением в исполнение обязанности ты получаешь полный объем, как и любой другой исполняющий обязанности, получает весь объем полномочий реального руководителя. Потом, поняв, что это уже после того, как было назначено, что это может быть бумеранг против него, вдруг возникает обращение в Конституционный суд, и Конституционный суд дает такое, знаете, интерпретирование положения, типа того, что да, он вроде бы и был, но в то же время не был. То есть он, типа, не принимал участие в заседаниях высшего совета прокуроров и так далее, но в законе о прокуратуре на этот счет тоже есть четкое понятие. Не понятие «был», а понятие «имел эту функцию как члена высшего совета прокуроров». Именно это понятие означает, что, значит, хотел ты или не хотел, но у тебя была такая возможность принимать участие. А раз была такая возможность, и по... Значит, ты нарушил, получается. Значит, ты нарушил, да. И мы в этом смысле завтра должны дать оценку этой ситуации, этому юридическому факту. Парламент, как высший орган законодательный, имеет право дать такую оценку. И эту правовую платформу, эту оценку мы предоставим президенту. Потому что в этой же статье, в третьей части, в завершающей части, 57-я, часть 3-я, говорится, что, значит, констатация этого случая, что именно прекращение этих полномочий происходит через констатацию этого факта, что были нарушения президентом страны. Базируясь на нашем решении парламента, я думаю, такова, может быть, процедура президент имеет полные законные основания к тому, чтобы принять решение по его освобождению. Причем не имеет значения, в больнице ли он, на отдыхе. А как же законодательство, да? Вот именно поэтому я, если обратили внимание, обозначил, что по независимым от воли. То есть это не связано с твоей волей, хочешь ты или не хочешь, заболел или не заболел. Просто прекращаются твои отношения с этим органом, как и есть. То есть юридически он как бы не увольняется, так получается? Прекращается, да? А просто получается, что он прекращается. Прекращается отношение с тем, что был нарушен порядок. Вот такова может быть завтра ситуация. Но президент будет иметь реальную, легальную возможность. И здесь нет необходимости в решении высшего совета прокуроров. В данном случае, потому что по другим основаниям высший совет прокуроров предлагает президенту назначить или освободить прокурора генерального. А в данном случае это просто через констатацию юридического факта. И де юре он прекращает быть, но констатировать это должен президент. И в этом его активная решающая роль. Господин Сусарь, вот я слушаю сейчас Владимира Ивановича и думаю, что подавляющее число телезрителей хотело бы, вот в идеале, если бы мы их спросили, хотело бы, чтобы все-таки прокурор был уволен. Потому что все понимают, что за это время было сделано большое число беззаконий. Ну, вот с точки зрения закона необходимо поступать так, как поступать. Вопрос к вам непростой, потому что господин Анастасий, он пошел еще дальше. Он сказал, что он должен нести уголовную ответственность за все то, что, собственно говоря, он за это время совершил. То есть, получается, это первый шаг? Я очень надеюсь на это. Господин Анастасий сегодня сделал заявление, обращение к Высшему Совету прокуроров. И я уже знаю, на чем оно базируется. Я думаю, завтра это будет озвучено. Господин Харунжин, как минимум, утаивал очень важную информацию, которая поступала от правоохранительных органов других стран. По ситуации с уголовными делами на некоторых людей из политической элиты Республики Молдова. Я думаю, что подробно еще раз повторяю, завтра это будет рассказано, будет сказано. Но с моей точки зрения, я думаю, что когда начнется реальная уголовная анализ того, что сделал господин Харунжин за это время в прокуратуре, мы найдем очень много интересных, вопиющих фактов. Но для меня, например, я его не знаю лично, я знал, что это захваченное государство, я знал всю его роль, она видна была невооруженным глазом. Но для меня, например, даже не то, что последней каплей, не было это последней каплей, но вот, скажем так, таким контрольным выстрелом послужила последняя встреча с представителями Кролл. Когда мы задали вопросы по поводу, можем вернуть деньги, не можем вернуть деньги. И они, ну насколько это было возможно дипломатично, ответили нам, Владимир Иванович не даст соврать, сказали, что если бы в 2015 году генеральная прокуратура по горячим следам стала бы расследовать все, что происходит, мы бы могли вернуть достаточно значительную сумму украденных денег. Пять лет, ну четыре с половиной года ничего не делала прокуратура. Она имела репорт Кролл-1, она имела всю фактологию, она имела репорт Кролл-2 с 22 марта 2018 года, она имела список выгодополучателей конечных, ничего не было сделано. И вот, не знаю, я лично, который очень глубоко вошел в эту тему украденного миллиарда, я знаю, что такое 13% ВВП, я понимаю, что такое 25 миллиардов леев, которые кинуты на плечи налогоплательщиков, и для меня это, я не могу простить этой прокуратуре, потому что я не верю, что за пять лет может быть какая-то полная некомпетенция, что они не могли дважды два сделать в этой анкете, в этом расследовании. Для меня абсолютно понятно, что это была злая воля, что это было специально сделано, чтобы виновные не понесли наказание, а деньги не вернулись. А в отношении того самого списка, вы можете сейчас вот четко ответить, вы же запросы делали к генеральному прокурору, да, окончательный список выгодополучателей. Каков был ответ генерального прокурора? Ответ генерального прокурора, мы вообще сначала, мы делали запрос, мы не знали ничего про список, мы не знали, у кого этот список изначально. Мы сделали запрос в национальный банк, мы сделали запрос в генеральную прокуратуру. Национальный банк был кооперабельный, и поэтому мы за две недели получили этот отчет, хотя говорили, что там это так невозможно, что это так тяжело его получить. А генеральная прокуратура сразу нам ответила, что есть понятие конфиденциальности, они не могут, кровь им не разрешает. При встрече с кровь мы выяснили, что это полная неправда. Ложь, кровь. По поводу списка мы считали до последней встречи с кровь, что этот список, он аннексируется к этому отчету, кровь 2. И когда нам уже показали его, и там было написано, по-моему, на 10-й странице, там написано, что мы предоставляем кровь 2 за исключением приложения списка конечных выгодополучателей, который отдельным документом передан генеральной прокуратурой. Мы поняли, что это отдельный документ, который мы должны запросить. Генеральная прокуратура его уже давно имеет, а мы сделали в тот же день еще один запрос Национальному банку и Крову, для того, чтобы, понимая, что может быть саботаж и сопротивление генеральной прокуратуры дальше, возможно, наша комиссия в кратчайшие сроки получит этот список. И что вам ответил генеральный прокурор? Вот мне это очень важно. Я же вам сказал, что существует крауза. Есть список, нет списка? Мы про список не спрашивали. Для нас было само собой очевидно, для всех членов комиссии, что этот список входит как составная часть этого Крова. Мы запросили весь парапорт Кров 2. И нам прокуратура ответила, мы вам вообще ничего дать не можем, потому что это тайна. То есть вообще ничего? Вообще ничего. Они отказались сотрудничать. Я буквально маленько, во-первых, я им прямо задал вопрос представителям Крова. Вот вы имеете опыт сотрудничества с другими правоохранительными органами в других странах. Кому вы представляли что-то подобное, аналогичное, какой-то результат расследования финансового? Там также действовала прокуратура. Они улыбнулись и не знали, как дипломатично ответить, чтобы как бы... Ну, нет, конечно. Но вот если бы, и вот то, что сказал дальше господин Слуцарь, это первое. Второе. В отношении этого списка, если бы вы обратили внимание, мы вообще его, Харунжина, еще не приглашали на комиссию и официально не заслушивали. Это были до представления Крова вот такие, значит, попытки. Но когда нам представители Крова сказали то, что сейчас говорил господин Слуцарь, список есть, он находится в прокуратуре, они начали друг на друга перекидывать. Генеральный прокурор говорит, ну, может быть, в антикоррупционной прокуратуре, а БЦШОР говорит, ну, не знаю, вот, может быть, там. То есть это сейчас очень просто выяснить, и я уверен, что мы в ближайшее время получим этот список, если только они не уничтожили. Но это не проблема. Кров представит, у них копии есть, поэтому это не проблема, не проблема будет. Но самое главное, то, о чем мы сейчас говорим, они сознательно не просто не делали, они сознательно скрывали, утаивали и заинтересованно тормозили расследование. Именно поэтому в резолюции Европарламента так и указано, что именно прокуратура ничего не предприняла. Именно прокуратура. И, кстати говоря, там же есть одна очень интересная фраза. Они рекомендуют властям Молдовы, как можно быстрее, опубликовать доклад Кров 2 в резолюции Европарламента уже в ноябре 2018 года. То есть после того, когда вот прошло с марта месяца, нет и нет и нет, и все ссылки на какую-то сверху. Да, а мы это сделали очень быстро. Там некоторые моменты, чтобы было понятно телезрителям по просьбе Крова, что называется, ну, некоторые названия некоторых финансовых учреждений, они попросили это, чтобы не повлиять на репутацию этих банков. Они попросили, говорят, что Нацбанк очень тщательно заретушировал фирмы господина Шора. Нацбанк технически это делал, но за просьбу Крова. Да, это не столь важно, потому что речь идет о некоторых финансовых учреждениях за рубежом. Хорошо, мы уже и начали говорить о Крове, мы вернемся к этой теме, чтобы закончить ситуацию с отставкой генпрокурора. Ну, вот смотрите, в соцсетях сегодня люди писали, ну, вот замечательно, для человека ситуация может складываться. Ну, вот он находится в больнице. Ведь есть же там в этих обстоятельствах, да, и по состоянию здоровья. Вот, да, вот возможно ли, что так повернется? Вот именно здесь состояние здоровья не имеет никакого значения. Это не лечит никакого значения. Ну, вот нет, я имею в виду по поводу исполнения своих прокурорских обязанностей. Вот генеральный прокурор хочет вроде как уходить, но его держат на крючке. А вот смотрите, есть такая вот ситуация. Когда человек болен, это реальная жизненная ситуация, которая может произойти не только в прокуратуре, а во всех других. Тогда наступает то, что называется исполняющим обязанностей. В данном случае мы говорим, что не то, что он сейчас заболел, он не может исполнять, а он вообще на момент назначения, вот были нарушены эти положения. Я понимаю, но вот завтра может так развернуться ситуация, что лечащий врач скажет, вот напишет такое, да, скажет, и вот тогда всем станет проще, по идее, да, скажет, тут не может человек по состоянию здоровья, так бы он держался до конца. А тут вот по состоянию здоровья, и он... От этого же не зависит от того, что он 6, он 9 месяцев фактически исполнял обязанности и был членом высшего среда прокуроров. Я не знаю, сейчас поддержит меня Игорь или нет, вот к чему я веду. Понимаете, вот эту ситуацию, конечно, мы разрешим. Но, что важно, важно на будущее, чтобы вот ситуация с генеральным прокурором, вот с таким вот, чтобы она не повторила, чтобы было такое законодательство, которое позволяло бы, если генеральный прокурор делает такие вещи и сам нарушает закон, чтобы была возможность завести на него уголовную, а не так, как сейчас, понимаете? Возможно, 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 сейчас есть, а как сделать так, чтобы она применялась? Вы же не можете ее применить? Возможно, сейчас реализовать мы еще по процедуре, Владимир Иванович лучше знает, мы еще несколько месяцев потеряем. Да. Ну, хорошо, пусть не сейчас, но вот у нас все, я уверена, Игорь разделяет этот вопрос. Принципиально, возможность есть. Для этого может быть Великой Совет прокуроров назначить специального прокурора, который проведет это изучение, расследование и так далее, и так далее. Но, вы же понимаете прекрасно, я думаю, что все люди прекрасно понимают, в условиях, когда есть у них такой орган, инспекция прокуроров, который проводит, вот из числа этой инспекции назначается прокурор. Сегодня она подчиняется генеральному прокурору. Я к чему говорю? Вы все-таки незаконно будете возвращаться? То есть надо будет кое-какие вещи, для будущего надо будет включить. Вот, 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 вот с этим я думаю, что... Для будущего надо будет, конечно, некоторые поправки внести, и это поправки, которые ни в коей мере не ущемляют независимость прокуратуры, как попытался Харунжин через ассоциацию прокуроров быстренько состряпать вот это вот обращение ассоциации. Мы в ближайшие дни как раз на Следственной комиссии это тоже разберем. Ну, я думаю, что есть смысл новой власти учитывать и предыдущий опыт, предыдущие попытки реформировать генеральную прокуратуру, систему прокуратуры в целом. Я позволю себе напомнить, что Молдова побила очень стыдный рекорд, постыдный рекорд, если можно так сказать. Мы страна с самым большим периодом, который находится под мониторингом Совета Европы. А все из-за чего? Из-за того, что мы никак не реформируем прокуратуру. И Совет Европы в определенный момент даже указал нам, как могли бы мы реформировать прокуратуру. А именно, я не знаю, вот господа депутаты наверняка более компетентны, чем я в этом вопросе, но рекомендация была достаточно ясной. Прокуратура должна быть частью Министерства юстиции, подразделений Министерства юстиции. Судебная система. Да, в частности и про Министерство юстиции. И 5 июля 2000 года, когда в Молдове была проведена самая большая конституционная реформа, тогда Молдова в тот день стала де-факто парламентской республикой. И тогда в этот пакет, конституционный пакет изменений в Конституцию, был и пункт о реформировании прокуратуры. В последний момент он почему-то выпал. Не знаю, кто, как, почему вытащили его, и мы остались в этом не совсем хорошем положении, что под мониторингом Совета Европы. И продолжали многие годы оставаться, добиваясь, я не знаю, побивая рекорды. Есть смысл, наверное, вернуться и к тем рекомендациям. Но во всяком случае сейчас нужны не только какие-то изменения на законодательном уровне. Это мое личное мнение, может быть оно субъективное. Нужна кардинальная реформа прокуратуры, иначе такие ситуации будут повторяться. Потому что здесь есть не только политическая воля новой власти, здесь есть и человеческий фактор. А какие люди в Молдове у нас бывают, и как они меняются за ночь, мы, конечно, знаем. Я не хочу никого обидеть, но, конечно, надо учитывать и человеческий фактор. Сейчас буквально пару слов, то, что касается завтра. Я думаю, что завтра начнется очень интересный процесс. После того, как я понимаю, будет аннулирован конкурс о назначении господина Харужина на должность генерального прокурора. Я акцентирую внимание, завтра его не отправят в отставку. Завтра будут аннулировать конкурс. А что это означает? Это означает, что все эти годы, все документы, подписанные господином Харужином, являются незаконными. С завтрашнего дня. Потому что конкурс был незаконным. Не совсем так. Юридически не совсем так. Объясню почему. Потому что с момента констатации этого факта... Без ретроактивной сети. ...прекращаются его отношения служебные. И вот с этого момента, констатации этого факта, уже как в случае с правительством... То есть, как в случае, когда голосовали по поводу 5 июля, те же поправки говорили же, что когда отменил конституционный... Ну, я не исключаю, что очень ловкие адвокаты попытаются, политические дела, которые они каким-то образом связывали с господином Харужином, попытаются связать и с этим аспектом. С его незаконностью нахождения в должности. Посмотрим, насколько ловкими окажутся эти адвокаты. Я сказал свое мнение как юрист, поэтому, конечно, можно об этом говорить, но в данном случае именно вот этот аргумент и довод, он и будет положен в основу любого ответа любому ловкому адвокату. Но, с другой стороны, было бы хорошо, потому что автоматически все те люди, которые назначались на определенной должности только с целью, чтобы продвинули какие-то политические дела, все бы решилось само с одним взмахом. Было бы проще. Можно далеко, наверное, зайти, если смотреть на весь этот перечень. Хорошо, вернемся к отчету Кроу. У меня к вам такой вопрос. Вот так ли много принципиально нового мы узнали из этого второго доклада? Вот мы видели фамилии в первом докладе. Мы во всеуслышание их повторили. После второго доклада те же самые фамилии. Господин Слусарь, а что такого нового мы узнали? Ну, все относительно. Если брать во внимание... Это относительно, да, но денег сколько заплатили? Если не секрет. Во-первых, все еще не опубликовано. Если брать во внимание, что не опубликован список финальных, конечных выгодополучателей, я с вами согласен. То, что опубликовано, оно, ну, скажем так, такая умеренная плут-вавария. Добавленная стоимость. Билетристика. Ну, билетристика этого не мы... Вообще, это разжеванный материал для прокурора, который не знает, что делать. С другой стороны, учитывая, опять же, то, что у нас прокуратура 5 лет, 4,5 года ничего не делала, фактически. Кроу-2, он достаточно подробно, достаточно технологично раскрывает, как работала эта машина. Кроу-1, он действительно носил общую информацию. Синтеза, она, в общем-то, назвала, опять же, пунктирно синтеза Кроу-2, пунктирно обозначила, как выводились деньги. Кроу-2 на 150 страницах подробно рассказывает, как выходили деньги. Мы уже увидели, какая сумма реально вышла из страны. Фирма, группа Шора, которую называли в первом Кроле, сейчас уже обрела черты фамилий. То есть, за каждой фирмой там показаны люди, которые стоят. И когда мы смотрим внимательно и видим, что из семи депутатов партии Кроу, партии Шора в парламенте, шестеро там завязаны, то это тоже значительно интересная информация. Там появляется нотариус господина Плохотнюка, Ольга Бондарчук, в некоторых местах. Там еще раз, для меня, например, самое важное, я болею именно по поводу того, что случилось в ноябре 2014 года. И вот когда еще раз очень четко показали, что из 2,9 миллиардов долларов примерно 2,2 миллиарда долларов вывели в 2014 году. А из них 1,8 миллиардов долларов вывели с 1 по 25 ноября. И в последние два дня 25-го... Перед парламентскими выборами. Даже не в этом, что парламентскими. После того, как гарантию предоставили банковскую, после правительства Лянка, Канду, Драгуцан, которые предоставили эту банковскую гарантию 7 ноября, не позаботились, чтобы была поставлена государственная администрация в этих трех банках. И в основном 80% денег вывели за этот промежуток. 25-26 ноября была рекордная сумма 13,5 миллиардов леев. Кранитный портфель из Беба перешел в банк Осучалы и оттуда вышел за границу. А 27 ноября случилось две вещи. Высшая судебная палата вернула распространенный БЕМ государству, а Национальный банк начал выдавать этот кренит в 9 с чем-то миллиардов. Это для меня... Ну, если бы я был прокурор, я как гражданин говорил, со всей презумпцией невиновности. Если бы я был прокурор, я бы завтра утром пришел бы поднимать мандаты 6 человек из 7 от Шора, и мандат на Канду поднимал бы. А этих бы остальных, которые там были, Драгуца, Глянка, я бы задержал бы до этого. Они не имеют иммунитета. Я вас слушаю, и мне кажется, что вот понимают и телезрители, что вот такие доклады, как Кроу, понимаете, они для других немножко обществ. Для тех обществ, в которых цена или репутация. Вот чтобы люди сидели, действительно боялись, они говорили, боже мой, даже если потом вот что-то как-то и не так, но ведь мою же фамилию произнесут, а у нас вот произноси 50 раз эту фамилию каждую, да, как каждый гражданин, ничего же в принципе не поменять. Ну это пока нет, независимая юстиция. Тоже, наверное, правда. Два года дела в отношении Шора находится в апелляционной палате города Кагул, и до сих пор ничего не продвинулось. Каждое заседание, то в связи с тем, что он не может прибыть, переносится, то адвокат не может прибыть, то он выехал на день рождения одного из своих сыновей. А до этого 9 месяцев, это издевательство. Владимир Иванович, вот это издевательство. Вот смотрите, второй отчет Кроу. Люди его заказывали в надежде на что-то. Может быть, действительно, учитывая то, что мы имеем на сегодняшний день, без списка бенефицаров, это было сделано с целью, а, отвода глаз, б, чтобы потянуть время, и вот все те схемы и все остальное как-то попытаться, в конце, я не знаю, спрятать воду, есть и такая вещь. Кроу-то не виноват, список-то есть. А мы пытаемся понять. Вот, кстати, сколько стоит Кроу-2? Все-таки скажите, господин Сос. Я не знаю цифру. Я слышал цифру в 300 тысяч, кажется. Но я не уверен в этой цифре. Надо спросить Национальный банк. Мы так контракта еще и не имеем. Мы запросили этот контракт. Но это позиция контракта. Может быть, и представляет какой-то... Интерес. Ну, интерес такой, как бы, естественный людей. Но, может быть, как раз она и в контракте с Кроулом, значит, носит гриф конфиденциальности. Может быть. Может быть. Может быть. Я не возражаю тут. Но проблема в другом. Понимаете? Вот мы... Кроу-кроу-кроу. Первый Кроул, не только вы назвали сейчас, а Кетрару назвал. Я ему тоже этот вопрос задал. Билетристика. В том плане, что знали гораздо больше, чем там было написано. Потому что знали, в том числе, и то, что было дальше уже расписано во втором Кроуле. Значит, Кроу-2 это фактически маршрутная карта для органов расследования. Маршрутная карта. Но эту карту могли сами составить здесь у нас. Это мы можем сейчас констатировать однозначно. И в какой-то степени заключение контракта по поводу Кроу-2, это может быть и имеет право на жизнь верить в том, что это просто была попытка затянуть. А кто, конечно, все-таки мы можем узнать, кто заказывал Национальный банк в качестве заказчика. Это не правительство. Нет. Национальный банк в лице господина Драгуцана. Я думаю, что, во-первых, это расписывались в своей профнепригодности. Это было на фоне протестов, когда не было никакой веры в прокуратуры. А прокуратура и не попыталась вернуть эту веру. А во-вторых, была именно эта вот тогда идея в том, что... Действительно, я соглашусь частично, что как-то, может быть, отклоним этот интерес. Скажем, ну вот вы нам не верите, вот мы заказали Кроу, успокойтесь, давайте ждать все Кроу. Тогда нужно было сбить протестную волну. Просто, видимо, они не рассчитали, что это агентство будет все-таки очень профессионально. Я говорил с ними, я видел и первый, и второй, они можем что угодно говорить, но они профессионально подошли к своему делу. И не их вина, что этими результатами никто не воспользовался до сих пор. Они указали и список, и они, в отличие от нашей прокуратуры, которая все время отводила дело от Шора, они в первом кроле четко сказали, кто. Но, кстати говоря, я задал им вопрос, скажите, пожалуйста, а действительно ли Шор обратился с иском судебным к вам? Помните, было разрекламировано? Да, да, да. Они опять же улыбнулись, говорят, да, была попытка, но эти все иски были откладены, и никакого не имеют сегодня влияния, значения и реального доказательного докладной базы. То есть Шор просто опять же попытался сыграть шоу, что вот я спорил, вы видите, что получится через там какого-то королевского адвоката в Лондоне. Они сказали, что да нет. Ну хорошо, вот Игорь, хотите присоединиться, потому что я хочу по поводу списка бенефициаров спросить. Я хотел бы только отметить те условия, в которых появилась идея обращения к этой компании КРОЛ. Господин Слуцарь совершенно прав, 6 сентября 2015 года на улицы вышло более 100 тысяч человек. С этим нельзя было не считаться. Нужно было что-то предпринять, нужно было, чтобы выпустить пар, иначе бы котел мог лопнуть. Это был первый шаг. Второй шаг были эти разборки между демократической партией и либерал-демократической партией, потому что каждая пыталась перекидывать друг на друга часть своей вины. Потому что я не знаю, кто там был, не был, но без участия и без соучастия определенных государственных органов этого бы не произошло. И, конечно, была эта попытка партии власти перекинуть друг на друга часть ответственности за то, что произошло в банковской системе. Мы помним, что после того, как был арестован господин Филат или задержан тогдашний лидер либерал-демократической партии, партнер демократической партии, Валерий Стрелец, который тогда был премьером в Молдове, он заявил, что если не будет официального обращения Крол, он сам обратится. Впервые он произнес это название. Это было своего рода нажимом. Вот в каких условиях появился Крол. Потом, конечно, господа депутаты правы, когда говорят, что потом, когда уже процесс был запущен, появилась идея, а почему не использовать этот процесс в наших целях и не затянуть дело? Вот как рычаг, как инструмент. Потом спрятать вот эти вот все невыгодные моменты. Ну хорошо, давайте представим, что завтра, господин Филат, у вас будет этот конечный список бенефициаров. Вот там будет пофамильно все это. Ваши действия и на какой эффект вы рассчитываете? Если повторится ситуация, как была с этим Крол 2, опять же, Вадимир Иванович свидетель. Мы сказали с самого начала, на наши деньги сделано общественный резонанс. Мы хотим его опубликовать. Реакция их была следующая. Мы вам не рекомендуем, но мы понимаем общественный интерес, мы понимаем, что это ваш заказ. Но если вы его опубликуете, ну что ж, вы должны понимать, что могут быть какие-то проблемы в вопросах возврата денег. Хотя мы уже поняли, что время очень серьезно упущено. Есть какие-то вопросы по нашей технике. Есть определенные банки за рубежом, с которыми мы сотрудничаем, но мы бы не хотели, чтобы они видели, чтобы их видели. Мы вам не рекомендуем, но не существует каких-то вот этой вот сказки, не существует каких-то денежных угроз, ущерба для Республики Молдова. Вот если со списком повторится та же история, я думаю, я говорю от своего имени, но я уверен, что все шесть членов комиссии не будут иметь никакого сомнения до того, чтобы сразу же опубликовать этот список. То есть будете публиковать и... Если повторится вот такая же ситуация, как была с Кроу-2, вот те же обстоятельства, потому что я сказал, два раза повторил, скажу, мы очень уважаем ваше мнение, мы понимаем вашу ретиченцию, ваши резервы по поводу публикации, мы понимаем резервы, была и ФМИ, и ВЭБ была на встрече, и Национальный банк был на встрече. Мы все это понимаем, но мы, комиссия, не услышали ни одного серьезного аргумента, почему мы не должны опубликовать. Вот если повторится та же ситуация, я не вижу ни одного серьезного аргумента, почему мы не должны опубликовать этот список. Владимир Иванович, это ведь в принципе не есть доказанная вина, то есть люди должны понимать. Нет, конечно. Это можно? Мы не подменяем такие аргументы? Абсолютно нет, есть понятие подозреваемые лица, есть понятие заинтересованные лица и так далее, и так далее. И кстати говоря, они тоже ведь говорят, что, и это совершенно правильно, доклад Кроу и этот список, это не есть доказательство, на основании которого надо предъявлять обвинение. Все это дело надо закрепить за доказательством, либо А виновен, либо Б невиновен, или виновен в том, или в этом. Поэтому здесь, на данном этапе, по истечению уже пяти лет, я не думаю, что может быть нанесен какой-то серьезный ущерб следствию, да вообще какой-то ущерб следствию, если будет опубликован этот список. То есть вы уверены, что репутационные риски не будут столь велики, что вы будете сомневаться, публиковать, не публиковать? Мы посмотрим на позицию Кроуа, в очередной раз они должны, наверное, снова будут приехать или так передадут, я пока не знаю. Если мы не получим от прокуратуры этот список, то мы вынуждены будем запросить его у Кроуа. Мы уже запросили. Хорошо. Не могу не затронуть вопросы, я их анонсировала. Что с обвинениями в адрес господина Плохотнюка? Смотрите, что в пространстве информационном мы имеем на сегодняшний день? Ну, во-первых, говорят, что в принципе человек был настолько осторожен, что нигде не ставил подписи ни под какими сомнительными делами. С этой позиции очень сложно его привлечь к ответственности, но говорят, что на данный момент и даже очень сложно обвинить его в узурпации власти. Владимир Иванович, как такое может произойти и по каким все-таки обвинениям господина Плохотнюка в нашей стране необходимо привлекать к ответственности? Ну, понимаете, обвинения это не дело даже нашей следственной комиссии. Ну, понимание, я вас как юриста сейчас спрашиваю. Да. Вот мне очень интересно. Наше дело констатировать, имело ли место или нет в лице, со стороны конкретной правящей партии, естественно, в лице лидеров этой партии, в том числе и господин Плохотнюк. Мы должны это определить, констатировать, что действительно произошла парализация структур государственных именно в связи с их действиями. Это вы сейчас о комиссии говорите, о которой вы председатель. Да, я говорю про комиссию. И потом мы, естественно, все наши выводы, все то, что мы там добудем, я же сейчас, мы сделали запросы во все структуры. И в том числе запросили у них, дайте нам политико-юридическую оценку этих событий. Я имею в виду службу информации безопасности, прокуратуру генеральную, министерство внутренних дел. Кстати говоря, прокуратура генеральная быстренько мне уже ответила. Аж на двух с половиной страничках. Ну, нормально. Да, где говорят, что мы возбудили уголовное дело просто и будем проводить расследование. А уголовное дело по факту, вот против чего или как? Ну, вот я их спросил, а по какому факту возбудили уголовное дело? Ну, вообще, вот мы поэтому будем приглашать. Да, 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 это иногда звучит очень... Ну, весело чего. Я говорю, слушайте, я получил у вас бумаги, я ничего не понял. Что вы имели в виду вообще? Я вас спросил конкретно, а вы пишите, что мы тогда ничего не делали, прямо говорят, никаких дел не возбуждали. А сейчас, после того, как, вот мы возбудили уголовное дело. Какое, что, к чему, как, по какому поводу. Я думаю, именно и для этого, чтобы была вся ястость и необходимо завтрашнее решение, чтобы действительно, ну, освободить руки прокуратуре. Реально, чтобы они в рамках закона действовали. Ну, господин, он много раз говорил, как он мечтает. Прям вот он взял под свой контроль ситуацию с господином Плохотняком. Вот на самом деле тяжелая ситуация? Я не думаю, что она такая тяжелая. Нам все кажется, мы всегда любим преувеличивать наши трудности. Нам до сих пор, еще месяц назад, нам казалось, что ну так тяжело вообще. Этот режим навечно пришел, и мы его никогда от него не избавимся. Вот он рухнул, этот режим. За несколько дней просто, когда две политические силы, противоположные, проявили определенную стойкость и мудрость. То же самое и здесь. Я не самый большой специалист в юриспруденции, признаю. Но я, например, считаю, что если будет независимая прокуратура, то очень легко начать раскручивать первую ниточку по узурпации власти. Все-таки узурпация. Вызвать шесть судей Конституционного суда, основываясь на том, что было их решение, потом они его отменили на оценке венецианской комиссии. И спросить, почему, кто вам сказал, кто вам давал указания. Если вы сами шесть таких юристов взяли на себя это, вы пойдете в тюрьму. А если вам кто-то давал указания, скажите, кто. И я думаю, что это будет первая нить. Более того. Но это дело прокуратуры. Это дело прокуратуры, конечно. Я понимаю, но я просто хочу понять. Мы в комиссии, я могу сейчас чуть-чуть поделиться. Что мы установили, что весь секретарь от Конституционного суда в выходной день, в субботу и воскресенье, вышел на работу, будучи предупрежденным в пятницу, что им надо выйти на работу. Ну, все понятно. А вы бы спросили, кем предупреждать? Да, конечно, руководство Конституционного суда. Вот кто бы предупрежден в Конституционном суде, а вот это дальше уже дело прокуратуры. Вот вам одна нить. Но сам факт подтверждающий, что если ничего такого, чего вдруг людей на работу всех садят. Вторая ниточка. Я знаю точно, это уже достоверный факт, что в нескольких странах возбуждено уголовное дело против господина Плохотнюка. И что эти страны запросили сотрудничество с Республикой Молдова. И что этим странам здесь эта анкета, это расследование саботировалось. Вот если оно не будет саботироваться, мы узнаем очень много вещей про господина Плохотнюка из других стран. А если вообще будет независимая юстиция, я думаю, что даже если он нигде не оставлял свою подпись, указания о незаконном финансировании партии, указания о схемах, о сборах. И мы вот сейчас в каждом министерстве волосы дыбом стоим. Мы вот на прошлой неделе беседовали с министрами. Это были указания устные? А какая разница? Свидетельские показания. Многочистые свидетельские показания иногда не менее важны, чем подпись. И если будет 10 или 15 человек, скажут, что они получали на самом верху указания, собирать деньги с транспортников, с сельхозников, вот как было. Поняла. Хорошая мысль. А скажут? Ну, если они увидят, что нет уже никакой для них опасности, то скажут. Скажут. Что же, мы одни в рамку тянуть? Нам поступила информация, допустим, а кто именно организовал блокировку, допустим, здания прокуратуры МВД. Нам в комиссии уже это известно, кто организовал. Не буду сейчас об этом говорить, но уже известно. Значит, мы представили эти материалы в Министерстве внутренних дел, потому что они должны в целом дать нам оценку, кто занимался блокировкой и какие меры были предприняты, если были предприняты прежде всего полиции, потому что деблокировка, свободного доступа к зданию, это их работа. Вот посмотрим. Сейчас там проводится широкое служебное расследование. Мы дополнительно эти материалы еще представили. И потом представят в комиссию. И мы из этого тоже сделаем вывод, что оказывается не только Конституционный суд и прокуратура, но и МВД использовался как инструмент для этой самой узурпации. Игорь, как думаете, вот все эти замечательные вещи, о которых сейчас говорят уважаемые депутаты, они все-таки по такому сценарию пойдут? Вы знаете, я, наблюдая за молдавской политикой, за молдавской юриспруденцией, очень внимательно в последние годы понял одну вещь, что человеческий фактор важнее всего. И даже в отсутствии каких-то подписей, даже в отсутствии каких-то документов, когда человек понимает, что из инстинкта самосохранения ему надо поступить определенным образом, он так и поступает. Из моих наблюдений могу сказать, что большинство громких дел, которые были в последние годы в Молдове, имели свою основу человеческий фактор, а не подписи, а не какие-то документы. Вот и все. Пока получается, что свою работу очень хорошо в отношении господина Плохотнюка сделали россияне. Вот мы читали их обвинения, они, по-моему, там даже как-то уже осудив даже по делам, мы уже осудили и господина Плохотнюка, и господина Цуцу, наркотрафик. Вот есть у меня вопрос, после того, как сменится у нас генеральный прокурор, получается, что должна, по идее, быть смычка, да, вот, и органов, значит, судебных, и нашей прокуратуры. Мы можем на это рассчитывать, Владимир Романович? Сотрудничество. Сотрудничество, конечно, да. Я это имею в виду, вот, из обвинения. Ну, а почему нет, вообще? Может, это, получается, участвовали в этом наркотрафике, если это правда? Вообще, вы знаете, сотрудничество между правоохранительными органами – это нормальная международная практика. И делается это либо мы заинтересованы в чем-то, направляем соответствующий запрос и с просьбой оказать содействие, либо даже иногда с участием наших работников совместно с работниками того государственного территории этого государства проводятся совместные следственные действия, равно как и обратно. Это нормальная практика. То, кстати говоря, чего не было сделано, опять же, по этой краже миллиарда. Потому что они говорят, да мы запросили, а нам никто не ответил, или нам долго не отвечают. Так не так же это делается. Есть же соответствующие международные структуры, через которых это все организовывается. А не просто, значит, прокурор Х обратился к прокурору Игорь в Великобритании. Ну и что? Ну а если вот все эти обвинения, с которыми выступили россияне, они подтвердятся, то получается, что ответственность он должен нести не только в России, в Республике Молдовы. Это серьезные сроки. Так? Да. Вот объясните, пожалуйста, в этой связи перспективу. Нет, ну, тут есть правило юрисдикции территориальной. Значит, если это гражданин государства Молдовы, он будет нести ответственность в Молдове. Другое государство, проведя расследование и вынеся приговор, либо, а, направляет дело сюда, к нам, чтобы здесь вместе выносился приговор, либо там осуждает, направляет приговор для исполнения наказания на территории нашего государства. Если этот человек скрывается, значит, тогда объявляется в международный розыск. И где бы он ни появился, но, опять же, если он находится на территории государства, гражданином которого он является, я имею в виду в данном случае Шор, допустим, да, все знают, что он находится в Израиле. Это не то, что Израиль не выдает. Мы тоже не выдаем своих граждан. Такова практика международная. Значит, но, вынеся приговор, мы должны его отправить туда, принимается к исполнению приговор, и его заключают, значит, в места не столь отдаленные, но в Израиле. Ну, а охотником не забывайте, что он еще и гражданин России, поэтому, по логике, если его вдруг поймают в другом месте... Ну, он и гражданин России, и гражданин Румынии... Вообще у него не одна фамилия, да, мы в курсе. Если его возьмут, где-то перевезут в Россию, он уже будет, как российский гражданин, там нести, и уже из России его могут не дать. И мы его не сможем затребовать. Затребовать, да. Да, это интересная ситуация. И в отношении господина Шора, последний мой вопрос. Я не знала, все, наверное, сделано по закону, он пересек границу Израиля, так мы предполагаем, да, он ведь точно... Наверное, мы не знаем. Мы сделали запрос в Израиль, мы попросили их подтвердить, кстати. Кто-то знает. Насколько я знаю, ушел запрос. По крайней мере, на уровне МВД. То есть мы ждем, да? Это не компетенция МВД, это компетенция прокуратуры. Но насколько я знаю, МВД даже где-то, может быть, чуть-чуть переусердствует своих компетенций. Но я знаю, что уже есть сотрудничество с Российской Федерацией по вопросу Плохотнюка. И, по-моему, есть уже сотрудничество и с Израилем. Во всяком случае, судебные органы, в данном случае, инстанция апелляционная Кагула, значит, объявив его в розыск, должна поручить это МВД. И в любом случае, МВД дальше будет заниматься этим розыском. Вот мне интересно, когда пришла информация о том, что господин Шоуэр находится в Израиле, говорили, ну все, Израиль свои граждане не выдает. Там вот, что бы ни было... Ни одна страна не выдает своих граждан. Вот, и, ну, Израиль особо. Ну почему? Можно, наверное, найти прецедент. Ни одна страна не выдает своих граждан, даже виновных. Ну хорошо. А дело, когда касается уголовных, почему? Вот если человек совершил убийство и все остальное... Это право государства, закрепленное, значит, в соответствующих международных договорах. Никто не выдает своего гражданина. Осудили, давайте нам приговор, и мы его... Мы его сами здесь. То есть, да. Признаем этот приговор и будем его... У меня тогда вопрос все равно, наверное, касающийся... Вы, наверное, тоже его задавали в отношении Израиля. Ведь они же понимали, что за человек пересек их границу. Понимали, с какой целью. Понимали, что он здесь наделал. Понимали, что будет как-то отношение между нашими странами. Ну, не то, чтобы усложниться. Но это будет важный для нас вопрос. Но, тем не менее, вот это нормально вообще, Владимир Владимирович? Нормально что? С точки зрения вот Израиля, то, что произошло. Вот мне интересно. Когда человек пересекал их границы. Ну, я не думаю, что они очень рады и довольны тем, что этот человек сейчас находится у них. Уверен. Потому что я знаю мнение, допустим, ну, еврейской общины здесь. Да. Они считают, что это позор для еврейской общины. Это позор. Я это заявляю. Если кто-то не согласен, пусть оповергнет это. Но я знаю это однозначно. И еще раз повторяю. Для Израиля не думаю, что это очень приятный подарок. Что это большая такая радость. Но, тем не менее, есть то, о чем мы сказали. Положение, что, ну, нельзя своих граждан выдавать. Если он вдруг куда-то выйдет, ну, берите. Поняла. Принцип такой. Берите его. Вам слово и время наше уже. Я думаю, что мы чуть-чуть преувеличиваем значимость Молдовы для Израиля, в первую очередь. Там очень много своих проблем. И видали они мошенников, наверное, и помасштабнее. И я не думаю, что все в Израиле каждый день следят за ситуацией с Иваном Шором в республике Молдова. Это первое. А второе. Даже те, кому положено следить, все равно существует этот принцип международных договоров. Он их гражданин. Но я уверен, что если здесь появится, опять же, независимая юстиция, когда появится независимая юстиция, и когда, очень быстро. Я думаю, тут до Шора осталось, у него есть еще второе дело. И тут по совокупности, наверное, тут все пожизненное светит. Я думаю, что Израиль будет очень активно сотрудничать с молдавскими правоохранительными органами. Я практически уверен, потому что Израиль это цивилизованное государство, и там дорожат свои репутации. Я думаю, конечно, у него будут более комфортные условия в тюрьме в Израиле, чем если бы это был бы 13-й изолятор или липканская тюрьма. Но он все равно будет сидеть. Я не знаю, Игорь, вы будете что-то добавлять. Я думаю, эти слова многие услышали, как-то даже у них сердце, наверное, обрадовалось. Потому что уж больно много денег этот человек вообще из Молдовы, получается, украл. Так вот, судя говоря. В Жиглове Шарапа были правы. Бор должен сидеть в тюрьме. Да, здесь соглашусь. Я благодарю вас за то, что вы участвовали в праве. Мне кажется, знаете, что мы сегодня затронули те аспекты, о которых не говорилось ранее. Прямо вот так детальненько проговорили с точки зрения закона. Я вам благодарна, что был такой уровень гостей, который мог отвечать на мои вопросы. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова